Здравствуйте! Вы смотрите «Те еще новости» на Медиа-Информ. За неиспользованную субсидию некоторые украинцы могут получить компенсацию. Процесс оформления уже начался. Кому и на каких условиях ее предоставят, рассказала директор Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета Елена Китайская. На сегодняшний день почти 58 тысяч человек оформили субсидию в период отопительного сезона. Средняя сумма такой помощи составила около 1500 гривен. Обратившись один раз за субсидией, семье не нужно будет обращаться за ней повторно, так как она продлевается на следующий год автоматически. И таких уже 90%. То количество людей, которые не получили еще продление, это те люди, которые либо имеют задолженность за оплату жилищно-коммунальных услуг и таких в Одессе около 11 тысяч семей, либо в некоторых случаях есть расхождения, которые не дали возможности делать автоматическое продление. Впервые в этом году постановлением правительства от 1 мая было принято решение, что если человек задолжал по услугам ЖКХ более чем за два месяца, то автоматически субсидия не продлевается. Людям дается возможность погасить долг в течение 60 дней или же заключить договор о реструктуризации долга. Только после этого возможно продление. Тех же, кому посчастливилось получить продление субсидий, теперь будут оповещать по телефону, смс-кой или электронной почтой. Тем не менее, если же вы не получили уведомление о назначении субсидий, но задолженности у вас нет, в департаменте труда и социальной политики советуют проводить оплату по полному тарифу, не учитывая размер субсидий в апреле. В последствии все выровняется. В новом постановлении Кабинета министров отмечается и ответственность людей, которые обязаны в течение месяца сообщить в районные управления социальной защиты те сведения, которые влияют на оформление субсидий. То есть, если меняется состав семьи, кто-то прописался, кто-то выписался. Если меняется категория людей, которым назначалась субсидия, может кто-то стал пенсионером, может кто-то уволился или наоборот пошел работать. Возможно, меняется перечень услуг, ведь кто-то может отказаться, допустим, от центрального отопления, либо установить счетчики на приборы учета на любые услуги. Еще одно новшество этого года – монетизация субсидий. После проведенных перерасчетов по ЖКХ частично выделенные деньги возвращаются в госбюджет, как неиспользованная субсидия. Сумма за прошлый год составила 45 миллионов. Частично те люди, которые пользуются сегодня отоплением индивидуальным газом или электроэнергией и сэкономили в потреблении и осталась неиспользованная сумма субсидий, могут получить эту сумму уже на свои счета в виде монетизации. И размер этой суммы, которая будет перечисляться на счета людей, составляет эквивалент оплаты либо 100 кубометров газа, либо 150 киловатт электроэнергии. Так, по данным департамента, воспользоваться монетизацией смогут 1754 человека. Им необходимо написать заявление и предоставить счет до 1 сентября, на который будут зачислены деньги. Затронули и вопрос задолженности горсовета перед поставщиками услуг ЖКХ, которые составляют почти 102 миллиона гривен. Елена Китайская поспешила всех успокоить. На одесситах это никоим образом не отразится. Наличие задолженности на нас, как департамента труда и социальной политики, на которое возложено государством делегированное полномочие назначения субсидий и расчета за субсидии с поставщиками, то есть это наши взаимоотношения с поставщиками. Для людей это не должно играть никакого значения. Так что газ, вода и электроэнергия в домах будет. А что касается субсидий, то это все зависит уже от самих одесситов. Поэтому по возможности оплатите долги и спите спокойно. Главная задача полиции – защита обычных граждан. Правда, иногда складывается впечатление, что об этом правоохранители почему-то подзабыли. В попытке повлиять на ситуацию в Одессе был создан консультативный совет при национальной полиции. На сегодняшний день в Киеве уже существует общественный совет, который создал рабочие группы в областях. Вот только получилось так, что они полностью подконтрольны столичному руководству, который и принимает решение, кто входит в этот совет, а в случае чего могут его и распустить. При этом общественники влиять на работу не могут. Их задача – только наблюдать. Мы посчитали, что вот такая структура, когда есть только Киевский общественный совет, она является нарушением прав общественности. И решили создать в Одессе отдельный консультативный совет при национальной полиции. В него войдут 28 общественников и журналист. Работать они будут исключительно на добровольных началах. В теории спектр интересов консультативного совета весьма широк. Но общественники, которые его создали, смотрят на вещи реально, поэтому золотых гор не обещают. А во избежание узурпации власти в защиту чьих-либо, кроме общественных интересов, руководство будет меняться каждый месяц. Первым делом совет возьмется за резонансные дела Русева, Светланы Подпалой и недопуск журналистов на сессию городского совета. Прошу граждан обращаться, не оставаться со своей проблемой один на один. Все, что зависит от нас, мы будем идти до конца. И поверьте, возможностей мало, но желания много. В Главном управлении нацполиции в Одесской области, находящейся на Еврейской, уже открыта общественная приемная совета. Она будет работать 4 дня в неделю, с 14 на 0 до 17 на 0. Но нужно понимать, что при любом происшествии сначала необходимо обратиться в полицию. А если вы посчитаете, что правоохранители работают недостаточно хорошо, то тогда уже вам попробуют помочь члены консультативного совета. Так вот, мы попытаемся вот как раз вот в этот процесс внести свою посильную лепту. Если нам удастся, ну, хорошо. Если не удастся, ну, значит, мы будем понимать, что общественность, ну, влияние общественности крайне ограничено, и, соответственно, нужны какие-то другие меры. Что же касается главы нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина, то к нему тоже есть претензии. Главная из них – редкие пресс-конференции с отчетами о ходе следствия резонансным делам и работе полиции в целом. Станет ли совет полезным для обычных людей, сказать не могут даже его создатели. Это покажет лишь время. Прошедшие на прошлой неделе сильные дожди заставили задуматься многих, а можно ли купаться в море, и чистая ли вода. Ответ пришлось искать в одесских лабораториях. С начала пляжного сезона, открытого в начале мая, отклонение от санитарных норм воды в море не зафиксировано. Пробы берутся каждую неделю, ведь состав воды все время меняется. Причин этому множество. Дожди, цветение водорослей, да и просто жаркая погода, из-за чего бактерии развиваются гораздо быстрее. Но по результатам всех исследований, пробы соответствуют действующим нормативным требованиям. Горожане и гости Одессы могут с пользой для здоровья купаться и принимать солнечные ванны. В содержании в открытых водоемах районов области бывает превышение по марганцу и по железу. Иногда бывает превышение по никелю. Это зависит от того, что в поверхностных водоемах в летнее время цветут водоросли. И они выдают вот эти микро- и макроэлементы и получаются немножко превышение. В воде безопасно купаться, главное не пить ее. Исследование воды – дело сложное и емкое. Взятую пробу после регистрации проверяют на различные бактерии и химический состав. Особое внимание уделяется кишечной группе. Обычно используют метод фильтрации, но результатов приходится ждать до двух дней. Если необходимо быстро провести анализ, прибегают к современным технологиям. Хотя это и более затратно. Кроме морской воды постоянно проверяется качество питьевой. В Одессе проводится как бы двойной контроль за качеством воды. В Инфоксводоканале есть своя ведомственная лаборатория, которые проводят ежедневно лабораторные исследования на бактериологию и на химические показатели. А мы воду мониторим по своему плану. Если вдруг вода не соответствует стандартам, ее отправляют на анализ вирусологам, которые и проводят дополнительные исследования. Актуальными вирусами в нашей области мы проводим эти исследования. Это кишечные вирусы астра, нора, рота. Стоит отметить, что Одесская лаборатория – одна из ведущих в Украине. Оснащена она самым современным оборудованием. Несмотря на жесткий контроль воды, работники центра все же просят не забывать о простых правилах гигиены. Особенно в жаркое время. Вступительная кампания уже началась. Абитуриенты судорожно пытаются успеть подать свои документы на выбранные факультеты. Но, как оказалось, все не так-то просто. Причина – очередные нововведения, с которыми не все знакомы. В этом году новшества вступительной кампании не так уж и много. Но вот проблем хватает. Так, теперь подать документы абитуриенты могут только в электронной форме. Но система буквально с первых часов работы просто не выдержала нагрузок и стала висеть. Несмотря на то, что создание электронных кабинетов началось еще за две недели до старта кампании, результатов это не дало. Как, впрочем, и то, что система была полностью обновлена, и все права на нее перешли от частных лиц к государству. Вот только тестировать ее заранее никто не стал. Такой поток желающих подать документы по всей стране, что зависает система. Может быть, несовершенное у нас оборудование. Но вот даже сегодня пришли некоторые абитуриенты, и до вечера система зависла. А что это такое? Это нервничают абитуриенты, это нервничают родители. Изменились и условия приема абитуриентов с временно оккупированных территорий. Теперь у них есть более широкий выбор учебных заведений и соответствующие квоты. К тому же вместо независимого тестирования им достаточно сдать вступительные экзамены выбранного вуза. Что же касается остальных, то благодаря новшеству на бюджет можно подать только 9 заявлений на 4 специальности. Еще в прошлом году было 15 заявлений на 5 специальностей. Это связано с тем, что опыт последних лет показывает, что срабатывает в широком конкурсе, вот тот широкий конкурс, который идет в целом по всей Украине, заявление с приоритетами от 1 до 6. К тому же в этом году государство выделило приоритетные специальности, естественно, научные и инженерные. Так, если по ним у вуза остались свободные бюджетные места, то новые правила разрешают добирать абитуриентов, которые не попали через широкий конкурс. Еще одним существенным изменением стали новые коэффициенты. Так, если абитуриент поступает не в столичный вуз, его конкурсный балл увеличивается на 1%, выпускник сельской школы – на 2%, а в случае выбора приоритетной специальности – на 3%. У будущих же врачей и педагогов есть возможность получить дополнительно целых 10%. Но государство говорит, что если ты при поступлении заключаешь договор о том, что ты отработаешь 3 года после вуза в том или ином учреждении образования или медицины, то твой конкурсный балл увеличивается на 10%. Так, государство надеется привлечь интерес абитуриентов к непопулярным, но не менее важным профессиям. Удастся ли это – покажет время. А поступающим остается только пожелать удачи в борьбе с недочетами новой системы. Проблемы с банками в последнее время – дело уже привычное. Но такого еще не было. Сразу 34 финансовых учреждений уже в ближайшее время могут получить статус проблемных. Причина – не справились с задачей по докапитализации. Как это отразится на экономике – мнение эксперта. В 2016 году Национальный банк Украины повысил требования по уставному капиталу до 120 миллионов. И это стало только началом. Там планировали эту планку постепенно повышать. Таким образом, на 11 июля 2017 года требования по капиталу составили 200 миллионов. А к 2024 году эта сумма должна возрасти до полумиллиарда. В результате, естественно, не все банки смогли в этой ситуации выполнить это нормативное задание. Сегодня у нас на последнюю дату, это по результатам первого квартала 2017 года, у нас 34 банка не выполнили это нормативное обязательство. А ведь эти 34 банка составляют почти 40% от общего количества банков всей страны. Но специалист уверен, выход есть и их даже несколько. Во-первых, увеличить размер уставного капитала могут сами собственники личными средствами или же привлечь иностранный капитал, либо перенаправить дивиденды. А вот третий и самый оптимальный, по мнению эксперта, вариант – это реорганизация или слияние банков. Но и тут не все так хорошо, как хотелось бы. Из-за того, что в Украине все еще есть так называемые карманные финансовые учреждения, то слияние – не самый популярный вариант. Имеется в виду не величина уставного капитала, а карманный банк – это подчинение работа банка в интересах собственника, одного или группы. Так как у нас собственники, очень часто собственники банков не желают сливать свои капиталы, потому что они могут быть конкурентами на рынке, у них могут быть какие-то противоречия просто. Тем не менее, экономисты уверяют, заставлять банки выбирать и решать проблему самостоятельно – тоже неверно. Надо начинать с корня, то есть с самих условий Национального банка. Сегодня просто Национальный банк должен пересмотреть, не наказывать эти банки, он должен пересмотреть эти условия с учетом продолжающихся военных действий на Востоке, с учетом проблем с нашим бюджетом. Так что ситуация с банками пока не ясная, но понятно одно, что если она не изменится, то наша экономика все же пошатнется. Решили не утруждать себя и выбросить мусор просто на улице, вместо того, чтобы поискать урну? Приготовьтесь заплатить штраф – минимум 340 гривен. Думаете, это шутка? Вы ошибаетесь. В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект номер 6730. Подробнее о нем далее. Так, законопроект предлагает за выброшенный мимо урны или контейнера мусор штраф от 340 до 850 гривен. А если нарушителей покажется мало, то за повторное нарушение придется дать уже от 850 до 1700 гривен. Подобные штрафы уже давно есть в Европе, теперь, возможно, будут и у нас. Конечно, если примут законопроект. Одесситы таким нововведениям даже рады. Я считаю, что это очень справедливо. Если мусоришь, умеешь за собой убирать еще и заплатить за это. Кстати, очень правильно, но просто вопрос стоит в том, кто будет за этим следить. Фикарно. Только за. Я бы еще больше поставил, чтобы люди задумались. Наверняка. А вот такой законопроект, конечно, поддерживаю только. То, что приходится прибегать штрафом, даже немного грустно. Ведь, казалось бы, родители еще с детства должны были научить, что выбрасывать мусор, где попало, это нехорошо. В том, что крайняя мера поможет сделать наш город чище, многие все же сомневаются. Штрафом и культуру – это страх. Страх потерять деньги, и культуры у него не будет. Культура должна быть. Не, ну мне смешно, конечно. Просто надо повышать культуру людей. А вот эти законы – это так глупо. Хотя, с другой стороны, о проблеме с урнами говорили уже не раз, но вот почему-то в городе их так и не становится больше. Сегодня даже в центре Одессы не так легко отыскать место, куда можно выбросить мусор. Урны, которые есть, чаще всего заполнены доверху. Так что приходится либо нести домой, либо… Для этого надо, чтобы было побольше урн. Понимаете? Потому что, да, похожи полей, а одна-полторы урны нет, и некуда деться. Есть места, где, допустим, там нет урн, и нужно выбросить. Я всегда с собой ношу все домой. Законопроект номер 6730 пока только внесен в Верховную Раду. Еще не факт, что его депутаты вообще будут рассматривать. Но то, что проблему грязных улиц нужно решить, в этом никто не сомневается. Скорее всего, нужно идти сразу двумя путями – ужесточением мер по административным нарушениям и увеличением количества мусорных урн в городе. Одесский международный кинофестиваль в самом разгаре. Кинопоказы, пресс-конференции и множество разных платформ. Но это не только уникальный шанс посмотреть известные фильмы или побывать на премьерах. А еще и возможность встретиться лично со съемочной группой, узнать, что осталось за кадром и как снимался фильм. Первый официальный кинопоказ фильма «Припутни» состоялся именно на 8-м Одесском международном кинофестивале. И сразу же вызвал бурную реакцию со стороны публики. История маленькой украинской глубинки очень по душе пришла зрителям. Ведь в некоторых моментах каждый узнавал себя. Само действие фильма «Припутни» происходит в одноименном селе Черниговской области. После неудачной любви жизнь сводит таксиста Юрия с двумя девушками – Людой и ее дочкой Светой. Они просят Юрия довезти их до села Припутни, забытое Богом и людьми место, чтобы навестить бабушку. В итоге эта долгая и нелегкая поездка играет решающую роль в жизни каждого героя. Для меня лично этот фильм про то, как протягом одного дня доля, Бог, реальность, как хотите, називайте это, организовывает жизнь маленьких людей, организовывает встречу Юрия и Светы. То есть, важно сделать какой-то один вклад, то есть, откинуть надуманную про себя иллюзию. Сама же история создания фильма началась почти два года назад. Тогда режиссер-постановщик и автор сценария Аркадий Непиталюк прислал еще не до конца утвержденный вариант сценария продюсеру Юрию Минзянову. История «Маленького села» на удивление сразу же всем пришлась по душе. Главную роль таксиста Юрия отдали Дмитрию Хомяку. Сам Дмитрий никогда не снимался и актером не был, поэтому для него это был первый подобный опыт. Я прочел сценарий и, честно говоря, сразу загорелся этим сценарием, захотел его делать и тут же ответил, обычно этот процесс всегда долго идет, но тут же практически по прочтению ответил Аркадию, давай будем работать. И вот прошло два года и мы видим картину. Творцы фильма признаются, да, без споров во время съемок не обходилось, ведь так попросту не бывает. Но в одном режиссеры-продюсеры сошлись сразу же. Все герои фильма должны говорить на Суржике, ведь это как нельзя лучше передает дух и культурную атмосферу маленького села. Для большинства актеров эта проблема не стала, но вот для юной исполнительницы роли Светы Суржик стал настоящим испытанием. Мне было очень тяжело, поскольку я российском языке, вообще я из Луганщины, украинскую я опонувала уже, вступивши в Карпенко, а Суржик – это… Ох, мне было тяжело. И Аркадий надзял мне аудиозаписы, чтобы я слушала и понимала специфику. Тем не менее, сценарии, а точнее диалоги героев терпели изменения уже непосредственно и во время съемок. Многие актеры просто вносили свои какие-то словечки или фразы. Способствовало этому и то, что большинство актеров и членов съемочной группы родились или жили в таких же глубинках, поэтому на своем опыте знают культуру. В этом фильме где-то что-то народилось на Майданчику. То, что вот эти фразеологизмы, которые существуют в нашем повседневном, они приходили, вот, например, в меня что-то появилось, то, что я где-то подслухала, Аркадий погодживался или не погодживался. Но мне кажется, что в этой работе есть просто дивовижные диалоги. Сам фильм участвует в национальной конкурсной программе фестиваля, поэтому творческая группа фильма надеется – победа за ними. А вот в прокате его можно будет увидеть уже с 28 сентября. Так что не упустите шанс посмотреть удивительную душевную комедию о жизни маленьких людей. В 4 утра полицейские обследовали территорию фонтанской дороги, искали воров автомобильных номеров. Задержали двух мужчин с целым комплектом таких знаков. Теперь вместо ворованных автономеров у мужчин появятся собственные номера дел. А у нас совсем те еще новости. Семья путешествовала по дельте Дуна и заметила дельфина, который попался на мелководье, выбраться не смог. Когда его перенесли на глубину, он все равно рвался к берегу. Как оказалось, еще дальше застряли два его сородича. Все семейство спасли и выпустили подальше от берега. Вот она, настоящая дружба. Пытаться протянуть руку помощи, даже когда у тебя вместо нее плавник. Если дельфины заплыли слишком близко к берегу, то джип на пляже 16-й станции фонтана заплыл слишком далеко, как для автомобиля. Такой вот жаркий денек выдался. Даже машина не устояла перед прохладным морем. А путь на пляж на все той же 16-й станции фонтана не так уж прост, особенно для пешеходов. Мало того, что тротуара нет, так еще и люки открытые. Смотря на такую дорогу, вспоминается цитата из фильма «Упал, очнулся гипс». После таких походов на море может понадобиться заглянуть в аптеку. Но и там небезопасно. Пенсионерку удивила цена в 35 гривен за обычные таблетки от давления. Но аптекарь убедила, нужно брать, потом будет еще дороже. Оказалось, что реальная их цена 13 гривен. Конечно, лекарства будут дорожать каждый час, когда у аптекарей совсем нет совести. У жителя Измаилы предпенсионного возраста нашли 2 килограмма марихуана. Он уверяет, собрал в поле и сушил для себя. Видимо, слишком близко принимает к сердцу все происходящее вокруг. Ну или просто запасливый от природы. Вы смотрели «Те еще новости» на Медиа-Информ. Телефон нашей редакции 737-7016. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова